За пару часов до трагедии Наталья с гражданским мужем и двухлетней дочерью отправились кататься на санках. По словам соседей, видевших семейную пару вечером 9 января, ничего подозрительного в их поведении не было. Никто не слышал шума или громких криков за стенкой квартиры. Между тем, сожители поссорились. Мужчина хладнокровно нанес своей гражданской жене несколько ударов ножом в горло. В квартире в момент преступления находилась и маленькая дочь Натальи. Ребенок находился в квартире. Именно поэтому родственники погибшие, начав ее поиски, обнаружили о том, что ребенок в квартире один, плачет. Они проникли через форточку, попросили соседа. Он залез туда, открыл двери. Ребенок был в порядке, в принципе. Ну, конечно, как можно, может быть в порядке ребенка, когда он без родителей находится в течение 12 часов. Как выяснилось, убийца завернул тело женщины в ковер и увез его в лес за 12 километров от села Половинное. Двухлетняя девочка осталась дома одна. Преступника задержали через два дня в Кургане. Оказалось, что ранее он уже отсидел срок захоронения наркотиков. Как предполагает следствие, в областном центре подозреваемый продавал домашнюю оргтехнику. На полученные деньги купил очередную дозу. Установили, что он скрывается в городе Кургане. Обнаружили его, задержали. В ходе беседы пояснил, что совершил убийство. Погибшая была беременна. Убийца утверждает, что об этом не знал. Если следствие докажет лживость его показаний, положение пострадавшей станет отягчающим обстоятельством для преступника. Это была очень хорошая девушка. Очень отзывчивая, добрая. Моя подруга. В том подъезде виделись каждый день тоже с ней. Очень много друзей было. Это же о чем-то говорит. Когда похороны были, там было очень много народу. Цветов там целое ведро было полное заживых, что набитое. Приходили много, прощались с ней. Убийца виновным себя не признает, утверждая, что жена набросилась на него сама, а он лишь защищался. Следствие склоняется к другой версии. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.